Ребята, всем привет и добро пожаловать в мой новый влог. Влогов не было давно, так вышло, знаю, что обещала делать их чаще, но, как вы видите, у меня не очень получилось, зато сейчас будет для многих долгожданное видео, потому что оно из Парижа. Я знаю, что вы также соскучились в Париже, как по нему соскучилась я, и мы проведем с вами эти два дня в Париже вместе. Прежде чем вы начнете смотреть, хотела бы попросить вас проявить любую активность под этим видео, потому что она помогает развиваться моему каналу. Также те, кто подписан на мой инстаграм, уже многое из этого видели, поэтому подписывайтесь на меня и в инстаграме. Ну что, давайте смотреть. Моя поездка в Париж начинается. В Париже очень холодно, поэтому я выгляжу вот так. Сделала большой чемодан, потому что планирую совершить разные покупки, и поэтому у меня большой чемодан. Встала сегодня в 6.30, чтобы помыть голову, собраться, вообще все такое. Теперь я хочу рассказать вам, зачем я ездила в Париже. На самом деле, в самом начале, когда мы только сюда переехали, мы обсуждали то, что я буду каждый месяц ездить в Париж. Сейчас вышло немного дольше, чем каждый месяц, и я, получается, уже полтора месяца жила в Лондоне, и только сейчас поехала в Париж. Так как хотела подстроить поездку ближе к своему дню рождения, купить подарки в Париже на день рождения на свой, просто погулять, круто провести время и насладиться своим любимым городом. Основная и единственная причина поездки была просто погулять по Париже. Никаких других причин для этой поездки у меня не было. Ну и второстепенно это было купить подарки, которые я купила, но покажу вам в следующем влоге. Вы, наверное, в этом влоге уже увидите что-то, что я выбирала, и, может быть, кто-то догадается, что было куплено, но точно я покажу вам это в следующем видео. Самый удобный способ добраться в Париж из Лондона – это поезд. То есть, понятное дело, есть самолеты, но в чем преимущество поезда? В том, что он выезжает из центра Лондона и приезжает в центре Парижа, едет поезд 2 часа 30 минут примерно, это поезда Евростар, но в этот раз происходил какой-то просто трэш с поездами, что в начале моей поездки, что в конце моей поездки. В начале, когда я приехала на вокзал, там было столько людей, никогда столько людей не видела, потому что примерно в одно и то же время отправлялись поезда в три направления. Собственно, Париж, Диснейленд, да, есть отдельный поезд в Диснейленд и Амстердам. И, получается, там было столько людей, и когда я села уже в поезд на Париж, мой машинист, в общем, машинист поезда, в котором я ехала, кричал, это поезд на Париж, это не поезд на Диснейленд, выйдите из вагона, потому что многие люди зашли в наш поезд, потому что думали, что это поезд на Диснейленд. Как-то так. А так я выгляжу в первый день, только зашла в отель, переоделась. Ну, как переоделась, раскидала вещи и иду теперь гулять. Как непривычно здесь стоять, вы не представляете. Сифора, в Лондоне нет сифоры. Галерея Лафаэрт. Я в Шоке. В Париже без перемен лишь одно, это очередь в Сетри Грале. Посмотрите, она постоянно все больше и больше. Сказать честно, мне вообще не нравится Сетри Грале, и я не понимаю. Я не понимаю, зачем будет здесь стоять. Боже, какая красота, посмотрите. Я была в Париже полтора месяца, ощущение, что не была вообще полгода. Все такое красивое, все не такое, как в Лондоне. И так соскучиваюсь, я, но тут дик холодно, если честно. И я однозначно не по погоде оделась, возможно, я пойду и куплю себе пуховик. Да, потому что у меня нет пуховика, Лондон тоже самый теплый город. И расскажу вообще, с чем я приехала, и все подробно такое. Я довернусь в отель. Пока гуляю, первый день. Наслаждаюсь, дышу парижским воздухом. Как красиво! В этом видео я буду слишком много раз говорить, как красиво. Поэтому, ребята, будьте к этому готовы. Очередь в Жак-Миллс, а мне нужен кошелек, Леша. Ребят, забудьте вот это вот все, очередь в Жак-Миллс, понимаете? Честно говоря, я в диком шоке. Мне не очень нравится бренд. Такой очереди я не ожидала. Новогодний Париж. Уже все декорации стоят. Шанель украшен, Диор украшен. Ну, посмотрите вообще, как классно! Приехала в Париж и покупаю Лешу джинсы. Не могу выбрать размер и цвет правильный. Как по мне, самые классные джинсы в Вакне Студио. Поэтому я всем всегда очень советую зайти в Вакне и померить джинсы, а не просто бомба. Так, меряю казаки Вакне. Честно говоря, очень нравится расцветка на правой ноге. Прям очень-очень сильно. Даже не знаю. Даже не знаю. Эти 39-й, а эти 38-й. Буду брать вот эти, потому что черные выглядят очень просто. И черные в 39-м на меня большие. А вот эти они в 38-м. Как-то так. Леша взяла черные. Движение в Париже вечером. Или почему лучше в Париже машину Неми? Движение в Париже. Движение в Париже. Только что я с Айвисом была в Фокстоне. Сейчас иду в отель. Что хочу сказать? Боже, как классно в Париже. Париж это просто что-то волшебное. Я поняла для себя, что Париж это место, в котором я чувствую себя на своем месте. В Париже я счастлива. Это так странно просто от того, что я здесь. У меня лучше настроение, чем если я не здесь. Вот как-то там. Иду и радуйся. Просто от такой мелочи, что я иду домой пешком под дождем. А не еду на такси, на метро. Блядь. На чем-то еще. На чем я должна ехать в Лондоне. Я просто иду по самому красивому городу на земле. Добой. Потому что я сейчас здесь. К сожалению, я уже тут не живу. Это грустно, конечно. Ну, хотя бы я здесь как турист. Я, кстати, раньше в этом зеркале постоянно делала какие-то фотографии. Сейчас его все залетели. Никого нет. Идеи вообще нет. Я буквально сегодня всего 6 часов в Париже. Я приехала в Тридцан. Сейчас я не знаю сколько. Но, боже, такое ощущение, такое ощущение странное. Идешь и просто радостно от того, что ты здесь идешь. Наверное, это и значит, что тебе в этом месте хорошо. Но если просто от самого наличия тебя здесь, тебе становится хорошо. Какой-то очень странный звук. Вы слышите? Не знаю, что это. А пока я буду, наверное, пытаться смонтировать влог из Лондона, который я обещала смонтировать давно. Но у меня не было вдохновения. И на самом деле не было времени, потому что школа занимала очень много времени. И сейчас у меня есть много свободного времени. Но я уже хочу спать, чтобы проснуться. И завтра снова гулять по Париже. Потому что я очень скучилась по Париже. Завтра у меня интересный день. Я иду выбирать подарок на день рождения. У меня день рождения через пару дней. И обычно день рождения для меня очень грустный праздник. Но... Ну и сейчас немного грустно. Потому что я бы... Откуда этот, блин, звук? Я бы хотела день рождения в Париже. С Лешей, с Доней, с сестрой. Ой. Я не взяла, откуда этот звук. Сейчас иду на завтрак. Встала я довольно рано. Встала я в... Господи, во сколько я встала? В 7.30. Выхожу довольно поздно. Уже в 9.30. Долго лежала, долго собиралась. Долго думаю, куда пойду на завтрак. Как-то не придумала. Скажу вам так вкратце, что я взяла с собой на эти пару дней. из косметики. Довольно, кстати, много. Думаю, половину из этого даже не использую. Пора идти гулять по Париже. Какая красивая инсталляция. Точнее, это стройка возле Лувра. Можно заходить и смотреть на себя. В зеркале. Наслаждаюсь утренним, тихим, спокойным Парижем. Для меня, конечно, странно, что к горячему шоколаду приносят еще шоколад. Ну, куда еще шоколад? К горячему шоколаду. А это моя глютеновая кома. Я сейчас просто лопаю. Возле кафе Де Флёр, как всегда, фотосессия. Все люди фотографируются. Солнце. Солнце в Лондоне, это такая редкость. Я просто стою и получаю витамин D. Ммм, как хорошо. Что вы знаете про кайф? Кайф, это когда ты съел троусан, пагет с маслом, выклал горячий шоколад и идешь по-прекрасному. Солнечному, красивенному Парижу. Заметила такой необычный факт. Париж оказывается абсолютно неветреный город в сравнении с Лондоном. В Лондоне я не могу ходить с раскищенными волосами. Здесь легко. Сегодня прям вообще подарок для меня. Солнце. Какой листик красивый. Господи, я как дикая. Все такое красиво. Вбить эти листики. Вот не ценишь, да? Не ценишь, пока имеешь. Глупый человек. Я. Я как-то не ценила вот всю эту красоту, в которой я жила. А сейчас, когда я уехала, я все понимаю. Пришла в Баленсиагу за шнурками. И очень красивое пальто висит серое. Смотрите, какая красота. Как вам коллекция Баленсиага и Адидас? Расскажите мне. Мне кажется, это кринж. Ну, как-то так. Вот как на ней сидят штаны Баленсиага. Посмотрите. Самый маленький размер. Мне кажется, он не должен так сидеть. Баленсиага. Одна из основных причин поездки, как я уже сказала, это был выбор подарка на день рождения. И я, честно говоря, долго не могла решить, что я хочу. Потому что я знала, что я хочу что-то из украшения, скажем так. Потому что вещей у меня так достаточно, сумок у меня достаточно. У меня было несколько вариантов, о которых я думала еще в лоб. На меня ходила, примеряла. И в самый последний момент реально поняла, что я, наверное, хочу часы все-таки купить. Визуально мне очень нравится эта модель. Но проблема в том, что я не знала, какие именно я хочу. То есть мой эссе, я консультант. Я ему говорю, я не знала, какие мне больше нравятся. Мираются и большие, и поменьше. Мираются и желтые, и никс. И я реально долго не могла понять, какие мне брать. Раньше я думала, что я люблю просто чистое золото даже. Я сомневалась долго, что все-таки я больше хочу. Никс или цельное. Большое или поменьше. Ну, знаете, в следующем влоге, какие я выбрала. Пока, может быть, вы сможете угадать. Или, может быть, вы скажете, какие нравятся вам больше. Сдала себе бокальчик шампанского. Заказала крупный съем. Еда, конечно, выглядит абсолютно не аппетитно в этом месте. Но, надеюсь, она будет вкусная. Потому что видок у нее такой себе. Так здорово посидеть иногда одной, выпить бокал шампанского. И съесть урок месье огромный. Это было очень классно. Такая мелочь, конечно. Жалко, что я сейчас сама в Париже. Жалко, что Леши нет, Доли нет. Мы с Сашей в этом кафе Пастерной сидели. Столько воспоминаний. Я так скучаю. В общем, такая радостная, ностальгическая поездка у меня получилась. Скучаю по всем. По Сашу скучаю. Это должно быть Саша, и мы должны пить вино. Красивые туфельки такие, да? Мне нравятся. Но я такой не ношу. Так, я пришла в гости к Айвису. Всем привет. Айвис теперь работает в Мил Мил. Если вы хотите увидеть этого красавца, вы должны проходить в Front Town. В Front Town. На второй этаж. В корнер. Там, где все вещи. На втором этаже. На втором этаже. Вот сразу поднимайте по эскалатору. Вот тут будет его ник. Вы можете ему писать, если вы что-то ищете. Он вам поможет найти. Да, можно. Мы отправляем по всему миру. Ну, насчет России не знаю. Ну, я думаю, нет. Я думаю, нет. А русским не выдают такс-фри. Прикинь, мне сегодня сказали. Логично. Все, что хотите. Если вы любите бренд Мил Мил, то я тот человек, который может найти любой вам размер. Прислать его вам. Буду очень рад сотрудничать. Сейчас буду мерить балетки и тупсли. И вот этот костюм. Так выглядит костюм. У меня он чуть-чуть большеват. Но в целом выглядит неплохо. В последнее время бренд Мил Мил стал очень крутым. Я таким, как раньше. Балетки на мне выглядят ужасно. Ноги как столбы такие. В общем, балетки. Эти тупсли, кстати, классные, ребята. Мне нравятся. Все смотрят только на лодочки Прады. Эти очень красивые. Кстати, брюки очень прикольные. Правда, это не мой размер. Это на размер больше. Но если взять моего размера, то будет очень круто. Вот так выглядит супер. Смотрите, какие классные брюки. Так что, если вы худенькие, на вас будут одеждать Мил Мил. Это 38-й большой. 36-й бы вообще просто идеально сидел. Не знаю. Пришла смотреть пуховики в Праде. Вообще, хотела бы купить вот такой, только более короткий. Надеюсь, он тут есть. Эти милые сумочки плюшевые. И новая золотая коллекция. Капец. Я в Праде, и здесь пуховик просто разлазится. Видите, нитки торчат. Так, не знаю, как мне тут пуховик. Думаю, куда мне пойти на ужин. Думаю, пойти или улитки поесть, или пиццу. Не знаю. Пью. Красота. Пойду, наверное, есть улитки все-таки решила. Сегодня будет день улиток. Мой ужин. Взяла себе пиццу в своем любимом месте. Сейчас отмечу. Моя любимая пицца тут. Пью вино. В общем, одна. Эта пицца называется Queen of Sicily. Королева Сицилии. Она очень вкусная. Моя самая любимая. Вино я всегда пью пьянки. Мое любимое итальянское вино. Есть такие бюджетные. В общем, красота. Так удивились, что я одна сижу. Официанты. Вот здесь я жила раньше рядом со всем сердцем местом. И такие странные эмоции. Раньше я шла по этой дороге домой, а теперь у меня дома, собственно, в Париже и нет. И это очень-очень-очень грустно. Очень сложно объяснить. Свет просто отвратительный. Но я хочу с вами поговорить. Я пришла сейчас в номер. Вернулась сегодня рано. Поужинала сама. Провела этот день сама. День прошел прекрасно просто. Купила подарок себе на день рождения. Много чего делала. Еще ходила и покупала разные подарки. Леша, Саша. В общем, классный день был. И сейчас сижу в отеле. Хочу рассказать вам пару вещей. Поговорить с вами. Вчера, в общем, я пришла в номер. Изначально я была в другом номере. На третьем этаже. Сейчас я на первом. Но неважно, какой этаж. В другом. Я прихожу поздно. Я пришла вчера в час ночи. В 12.30. В общем, поздно я пришла вчера. И ложусь. И слышу такой звук. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. А я его до этого слышала, когда в номер зашла. Но я подумала, что, ну, откуда-то он идет. Я не продала значения при заселении. Потому что я кидала речь и пошла гулять сразу. И тут я пришла то же самое. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я начала выключать свет. Пытаться понять, откуда звук. Этот звук все шел и шел. Оказывается, у меня от головы была розетка. И этот звук шел с розетки. Вот такой странный. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Я посмотрю, может, я его записала на видео на какое-то. Если я записала в таблице, я не записала. Поверьте мне на слово. Я думаю, господи, что мне делать? Звоню я на ресепшн. Никто не берет трубку. Спускаюсь. Никого нет. Я думаю, классно. Нашла я, в общем, того, кто там очистит этого человека. Говорю, у меня странный звук из сокета. Он такой, сокс. Я такая, что? Какой сок? Я говорю, сокет. Он такой, сокер. Я такая, господи, что происходит? Я говорю, пойдем со мной тебе покажу. Он пошел со мной. Я ему показала. Он такой, говорит, я не знаю, что это. Он говорит, никто никогда не жаловался. Я говорю, теперь жалуюсь я. Он такой, блин, не знаю, что делать. Пойду сейчас вырублю свет, видите, и может быть, это пропадет. Я такая, окей. Сижу в номере, проходит минут пять и понимаю, что свет не пропадал. И меня обманули. Я пошла еще раз к нему. Смотрю, он футбол смотрит. Представляете, он футбол смотрит. Они помогают мне решить проблему. И опять к нему говорю, знаете, я как бы не могу так спать с этим звуком. Он такой, говорит, ну, его же почти не слышно. Почти не слышно. У меня вот прямо над головой вот этот звук странный. И в итоге, я говорю, поменяйте мне номер. Он такой, говорит, номеров свободных нет. Проверяем мы с Лешей букинг. Шесть свободных номеров еще есть. Он говорит, ой, на букинге всегда пишут там неправду, бред какой-то. Я думаю, ясно. Он говорит, я сейчас посмотрю, может, есть стафф рум. Я думаю, начало интересное, конечно. Мы проверили сайт отеля. На сайте отеля тоже есть номера. В общем, я начала наезжать на этого чувака. Он говорит, все, все окей, я уже нашел вам номер. Только отстаньте от меня. И вот так меня пересели в этот номер. Он как бы хуже, чем предыдущий. Потому что у меня вид просто в стену. Ну, зато у меня не пищит ничего над головой. Ну, и плюс я в номере вообще не провожу время на самом деле. Вот я сегодня пришла, покупалась. Сижу, пью воду. Моя любимая, кстати, вода. В Лондоне такой нет. Я пыталась ее найти. Если вы в Париже, вот купите ее, она офигенная. Я обожаю вот этот Вольфи, Био. Это мята, огурец, базилик. Есть такая еще моя любимая, розмарин, цитрус. И, господи, обожаю эту воду. Делаю сейчас маску. И завтра у меня последний день в Париже. Завтра у меня последний день в Париже. Мне до с утра, прям с самого раннего утра, я иду в Биологию в Германии. Может быть, потом тоже пойду в какой-то, не знаю, кафе де флёр. Поем там круассаны. Я вообще сегодня посчитала, что я ела за день. Это, конечно, жесть. Ну, вы видели. Утром булки, багет. Потом я съела упаковку орехов. Такую приличную, громстую. Потом я съела этот огромный крок месье. Потом я съела огромную пиццу. Ну, в общем, углеводное у меня питание в Париже. Ещё было очень странно. Я сейчас шла домой. И в пиццерию, в которой я была, мы постоянно в неё ходили. Это наша любимая пиццерия в Париже. Там самая классная пицца. Если в Париже, просто лучшая пицца. И мы всегда жили возле неё. Мы всегда жили. Наша квартира была вокруг Поля Рояля. Это мой любимый район Парижа. И я шла обратно. И мне было так грустно. Потому что у меня ощущение, что я как будто дома в этом городе. Вот я приехала домой. Вот такое у меня чувство. Но у меня больше тут нет дома. И я иду не домой, а в отель. И я как бы турист. Я уже не местная. И дома нет у меня. И стало очень грустно. Потому что я ощущаю себя здесь как дома. И факт того, что у меня тут больше дома нет, очень печальный. Завтра я еду в Лондон. И день рождения у меня будет в Лондоне. Дело даже не в Лондоне. Дело не в городе. Конечно же, дело не в городе. Просто есть места, где ты чувствуешь себя на своём месте. И где ты чувствуешь себя не на своём месте. Париж — это место, где я чувствую, что я в нужном месте, в нужное время. И всё как бы как сказка. Я как будто в сказке. И всё идеальное. Все эти красивые дома. Всё такое восхитительное. Я вдохновляюсь. И я иду. И вообще у меня жизнь как фильм ощущается. Знаете? А в Лондоне у меня жизнь ощущается как просто... Ну ладно. Не знаю, зачем я делаю маску. Я всегда пройду в биологик. Просто логика отсутствует у этого человека. Да? Зачем я делаю маску? Никто не знает. Спокойной ночи. Что и так с этим отелем? Вот я не понимаю. Недавно моя другая была в Париже. Она посоветовала мне отель, в котором она останавливалась. Сказала, что он очень классный. Он возле галереи Лафойет. Оставайся там. И я подумала, что почему бы и нет. Потому что я видела у неё в Инстаграме фотографии. Они были довольно милые. Но мой опыт отличается от опыта, который был у неё. Потому что две ночи я нормально в этом интернете не спала. Первая ночь это вот это вот пи-пи-пи-пи-пи. Которое вы видели. Я показывала вам. К сожалению, я хотела добавить видео этого пи-пи-пи. Но я его записала просто как аудио-ватсап. Я не могу его добавить. Ну и вторая ночь это когда я уже спала. Включилась пожарная тревога. Как-то вот так мне не повезло. И я поняла, что я люблю больше снимать квартиры на Airbnb. И в принципе лучше бы я сняла себе какую-то парижскую квартиру на Airbnb. Я получила бы гораздо больше удовольствия. Потому что я не хожу на завтраки в отелях. Я вот это всё не люблю. Отель я тоже не люблю. Я люблю жить в квартирах. Вот может быть это для кого-то странно. Но вот так. Моё утро сегодня начинается с Biologic. Очень рада, что пришла сюда. Ура! Покажу вам как всё выглядит. Сейчас здесь мне буду делать уход. Здесь мне делали анализ кожи. Вот такая комната. Смотрите, как выглядит лицо после ухода Biologic. Это был полторачасовой уход. Вообще лицо сияет. Я в полнейшем восторгу. Как будто такой, знаете, лифтинг эффект. Красота. Была бы моя воля, ходила бы сюда каждый день на уходы. Потому что это просто вообще вау. Ещё хочу добавить по поводу Biologic. Я очень рада, что я сотрудничаю с Biologic. Я очень рада, что они меня постоянно приглашают на анализы кожи, на уходы. Подбирают мне косметику. Это, конечно, очень приятно. И когда я пришла с Biologic, я, наверное, часа четыре там провела. Два часа на уходе в итоге с анализом кожи. И потом два часа просто общаюсь с девушкой, с которой я, собственно, познакомилась. Начала встречать с брендом. Она специально приехала. Она живёт не в Париже. И вообще главный Biologic не в Париже оказывается. Я так классно с ней поболтала. Вообще очень тоже приятные эмоции. Они мне подобрали большой пакет косметики. Некоторые должны мне выслать в Лондон ещё. Это я тоже, наверное, покажу вам в следующем влоге. Если вам интересно, что подобрали мне. У меня по анализам всегда одна проблема. У меня всегда обезвоженная кожа. Не знаю, почему-то всегда у меня в Biologic на их аппарате показывают, что кожа обезвожена. Но из хорошего у меня всегда максимальная эластичность, какая только может быть. Так смешно. Я накупила недавно в Херетси, в Каретси, господи, как называется торговый центр в Лондоне, разных средств от Biologic против акне, направленных на акне. И когда мне сделали, собственно, анализ кожи, мне сказали, что мне эти средства вообще не нужны, они мне не подходят. Это смешно, действительно, потому что я была уверена, что я вот так супер подобрала, и мне так подходит. Нет, мне сказали, что эти средства мне не нужны, и я зря их купила. Поэтому к чему я это сейчас веду? Потому что если вы хотите ознакомиться с брендом, я советую пойти к профессионалу, который подберёт средства под ваши потребности кожи, а то вы будете, как я, купите то, что вам не надо, и как бы вам не понравится. В принципе, это всё, что я хотела рассказать по поводу Biologic. Подарки. То, что мне прописали по косметике. Я сейчас иду встречаться с Владом. Опаздываю на час, потому что я не перевела время. Я сейчас живу по лондонскому времени, но я как бы в Париже, да? Встречаемся в Пале Рояль. Сейчас возьму булочку, и всё. Всего тебе до своего блога. То есть, когда я иду на встречу с Владом, он не показал этого Влада, собственно. А мы будем рассказывать про наши шутки? Нет. Нет, мы не будем. И не надо. Мы не будем про Half Island, мы никому не скажем. Я был на Ибице. Меня преследовали. У меня домогой здесь. Я слишком секс. Ему сказали сосудить. В испанском. Без шуток, реально. Это было право. Надо добавить твой этот ник. Голубая луна, голубая. Патр рекомендует вот эти кофе и какашки. Да, я обожаю. Миндаль в шоколаде. Это, кстати, мой самый любимый пред. Нет, я раньше часто сюда ходила, утром сидела, было классно. Потом я перестала любить брать. Как я обожаю миндаль в заведениях. Еще соленый. Кстати, Влад привел меня брюк. Я первый раз здесь. Все, хотела, брюк и сюда. Потому что увидела тут Энтони Вакарелло. Да, я как-то шла и увидела Энтони Вакарелло. И так как... Ну, я же не дикая подходить к нему. А я дикий. Первая еда нормальная за два дня в Париже. Рыба, петрушка и шпинат, и вино. Очень сегодня хелси. На обратном пути с Евростар у меня также случились приключения. Поезд у меня был на 7 часов вечера. И я решила, что я выйду за два часа заранее. Потому что обычно ты должен прийти за час до поезда, когда ты едешь на Евростар, так как ты проходишь границу. У тебя получается граница Франции, граница Англии. В общем, довольно длительный процесс. Это не как обычный поезд. Сел и поехал. Так как Англия уже не в ЕС, немного процессы усложняются. И я вышла, и получается, мой поезд поменили. А до этого на Евростар были какие-то задержки на все поезда. И в последний момент мы успели поменять мне поезд, так как я ехала 29 ноября, а мне рождение у меня 30 ноября. То есть если бы мы не успели поменять мне поезд, мне пришлось бы остаться в Париже на свой день рождения и отмечать его самой. Но, собственно, мы поменяли билеты. Конечно же, я ждала на вокзале очень много часов. Поезд опоздал, который мы поменяли билеты на 2 часа. Потом после дороги он также поломался. В общем, это был трэш, и Евростар как-то... В этот раз Евростар был лучшим решением поездки. Возможно, было бы лучше полететь на самолете, но это не точно. Конечно, поездка на 2 дня, она какая-то очень... очень короткая, и была бы моя воля, конечно, я бы поехала дней на 5, но 2 дня это лучше, чем 0 дней в любом случае. И я как будто многое не успела, что бы хотела, не успела сходить в какие-то места, которые я хотела, не успела погулять где-то еще, где я хотела, потому что, по сути, я все эти дни бегала, все 2 дня я куда-то всегда спешила. Каждый день я проходила по 25-30 км в день. В Лондоне я не хожу, кстати, 25-30 км в день. Здесь как бы 15 км иногда, может быть, может быть до 20, но такого, что я хожу здесь 30 км, конечно же, нет. Например, сегодня я вообще не выходила из дома, потому что я везде не монтировала. Поэтому пока у меня 0 км. Получается, я бегала по всему городу, и даже не успела подъединить к башне, когда она там сияет, знаете, покататься на колесе я хотела. В общем, я много чего не успела, потому что все-таки 2 дня, если вы едете в Париж, я считаю, это очень мало, и этому городу надо гораздо больше дней дать, ну, хотя бы 5, чтобы так, знаете, насладиться. По ощущениям, людей было очень много вокруг галереи Ла Файер, но в целом в городе людей гораздо меньше, чем в Лондоне. В Лондоне гораздо больше. Если вы выйдете на какой-то Oxford Circus или на Пикадилли, там будет гораздо больше людей. Поэтому мне даже показалось, что у людей мало. Спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, что вы также соскучились по Париже, смогли окунуться немного с моим в эту атмосферу. Я уже в Лондоне, как вы можете заметить по заднему фону. Следующее видео будет из Лондона. Всем вам спасибо за просмотр и надеюсь, что мы увидимся скоро. А не как обычно, я говорю вам, что скоро, а на самом деле не скоро. Дончик тоже хотел в Париж, да? Дончик тоже хотел в Париж. Дончик очень хотел. Мои собаку хотели в Париж. Мои собаку хотели в Париж.